Колбасила, да, от этой всей темы. Теперь дочь очень богатого человека, звали его Бар Калбасово. Она посвящает себя Рабе Акиве. Причем Рабе Акиве уже к тому времени был в браке, то есть он был разведен. И он совершенно, еще ноль был абсолютно, да, то есть знания у него были в районе нуля Торы. И девушка была очень красивая, молодая, намного моложе него. Она идет за ним замуж, за него замуж. Теперь, когда они поженились, мы сейчас говорим Талмуд, трактат не дарим, 50 или... Когда они поженились, то папа невесты запретил ей недером, да, то есть дал недер, чтобы она вообще не прикасалась к его имуществу. То есть какая была логика папы? Можно, наверное, понять его, да, то есть человек вообще ниоткуда. Он был пастухом, такая престижная профессия, да, он был пастухом. И все, то есть происхождение вообще непонятно какое, профессия непонятно какая, Тора ноль, ну вообще, то есть минусы. Что, что, почему она была с ним, вы сейчас немножечко поймете. Но у женщин есть такое качество, и они обязательно должны в семье его развивать. Это дальновидная интуиция. Приходит она от кадошбы в ухо. Конечно, она зависит от многих дел, изучения и все остальное, но она вот, мамаша, вот оттуда. Иногда вот жена что-то говорит, он там через три месяца сбывается, иногда через пять минут, но сбывается, да. Вот, то есть вот есть такой момент, вот такая дальновидная интуиция. Естественно, папу, его не интересовала эта интуиция, он по чех-листу смотрел, что это за жених такой, да. И вот, что дальше происходит, один такой момент, это Агада, да, то есть в Талмуде есть Агадот, то есть повествовательные моменты, которые связаны с различными процессами. В них очень много тайн, глубоких тайн, которые есть в разные книги, Агадот, по той, по той теме. Советую вам, есть на русском языке, кто пока на иврите еще так себе. Почему? Потому что в них приоткрывается немножечко, что действительно Агмара и Тора зачастую имеют в виду под такими скрытыми, сравнительными, ассоциативными историями. Так вот, Талмуд рассказывает историю, что когда они лежали на сеновале, у них не было дома, был сеновал, то есть какой-то сарай, там было сено, это была их кровать, все. То он вытаскивал вот эти вот соломинки из ее волос, нежность такая, да, описано. И сказал ей следующее, что если бы у меня были деньги, то я бы надел на тебя золотой Иерусалим. Это было такое украшение, очень дорогое. Затем приходит пророк Ильябу и говорит, что дайте мне, пожалуйста, одну-две соломинки. Он говорит, ты посмотри, как богато мы живем. У этого человека даже соломинок нет, а у нас, смотри, как много. Давайте немножко разберем вот этот кусочек. Опять же, на кончике ножа все. Волосы женщины ассоциируются с судами, которые приходят в этот мир. И это, наверное, какое-то можно сказать одно из объяснений того, что замужняя женщина покрывает волосы. Здесь есть много кабалы, опять же, я не специалист в этом, и поэтому входить в это не могу. Но волосы женщины несут в себе либо упорядоченный суд, либо повсеместный суд. То есть разбросанные волосы это символ вот таких вот судов, да, таких вот ограничений многомасштабных. Теперь вот эти вот соломинки, которые из волос ее, да, это не просто акт очень такой сильного одинута, нежности, да. Это один из символов того, что соломинка в многочисленных... Соломинка и волосы, как вы понимаете, очень похожи. Так вот, соломинкой был сам раби Акива. То есть если посмотреть на многочисленное количество людей, которые, ну, скажем так, недалекие, да, неважно, они пастухи или кто они, это совершенно не имеет никакого значения, то их очень много. Но она именно заметила вот эту соломинку, которая стала потом грандиозным мудрецом Тора. Как благодарная, смотрите, у раби Акива вообще ничего нет, вообще ничего. Но он ей говорит, вот если бы у меня было, то я бы тебе отдал все. И вот в этих двух моментах нежного отношения к женщине показывается, как расщепляется, как раскрывается женское начало, женская интуиция под воздействием мужского, под мужским воздействием. Пару слов. Значит, мужское и женское так... Мир создан так, что есть мужское и женское. Можно немножко в микрофон? Да, 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 извините, конечно. Мир создан так, что есть мужское и женское. Мужское, отдающее, женское, принимающее. Но оно не просто принимающее. Женское, принимающее, обрабатывающее и отдающее обратно информацию. Вот такой вот фидбэк, да? Очень быстро, да, образно говоря. Теперь, вот это вот обещание раби Акива, которое полностью великодушно, да, оно словами же, ведь не появилось никакое вот это... Вот это удовольствие, которое получает его супруга от того, что раби Акива это говорит хотя бы, да, оно приводит к чему? К реализации затем мужского потенциала раби Акива, как мудреца Тора, и затем описывает наши... Наши... Затем написывают наши мудрецы, как он разбогател. Шесть способов, как он разбогател. Но до этого, как мы с вами увидели, что... Пришел пророк Илягу зачем? Для того, чтобы проверить и дать ему возможность утвердиться в том, что он доволен тем, что есть на сегодняшний момент. Обратите внимание, как в бизнесе важно это качество. В бизнесе не важно качество, будь то в работе, в бизнесе, да, что ты нервно, непрерывно только стремишься кверх, кверх, наверх. Оно не работает так. Конечно же нужен рост, везде нужен рост, безусловно. Но ты не думаешь о росте. О чем ты думаешь? Ты думаешь о том, что то, что сейчас есть на сегодняшний день, хорошо, но нужно немножко лучше. И Всевышний, если ты заслужил, он дает тебе возможность не немножко, а дает возможность тебе гораздо больше сделать. Но очень важный здесь фактор, это согласие, да, то есть быть согласным, чтобы был шлемут целостности с моментом, который есть в сегодняшнем моменте. Нельзя ссориться со временем. Мы говорили это на прошлом уроке. Именно нетерпение ведет к тому, что человек, он не может успеть ничего. И это важный момент, как строился мир, это важный момент фидбэка, взаимодействия, которое есть между мужским и женским. Внутри любого человека. Женская интуиция, извините, женское начало, как интуиция, как творческое, вдохновляющее начало, мужское рациональное начало. Если женское будет затоплено ненужными фантазиями, ненужной информацией и всеми чем угодно, оно никогда не раскроется. Этот шлемут очень важен. Психологи это переводят на очень простой язык. Важно понимать самого себя. Очень хорошо. Спасибо. Так и что? Как понимать? Где понимать? Мы с вами сейчас копнули немножко глубже. Наше женское начало, оно нежное. Оно нуждается в стерильности, информации, поступлении способов, методов, консумации этой информации. Это очень важно. Потому что если оно, сама интеллект, оно становится забито разным информациям, женское не может реализоваться. Сейчас хасидизм здесь пошел по пути и под идут. Это так называемый самоотчет самому себе. Но это, конечно, разговор с Богом. Но разговаривая со Всевышним, ты как очищаешься. Теперь я немножко костно изъясняюсь. Я сразу прошу прощения, потому что тема глубокая. Пытаюсь так немножко по поверхности. У нас есть в Сидурах, перед тем, как мы отходим ко сну, вот эта вот молитва, которая нас освобождает от того, что психологи называют якоря. Все это очень важно для чего? Мы с вами говорили. Заработок крупный, некрупный, он приходит к человеку, у которого есть integrity на английском, целостность. И вот эта целостность, она определяющая для достижения хороших финансовых результатов, и не только финансовых. Мы, в частности, говорим о финансовых результатах. Давайте посмотрим быстренько, что говорится о вот этих вот шести способах. Опять же, здесь нельзя это понимать буквально. Можно, но в каком смысле? То есть надо, мы с вами должны еще попытаться немножко глубже заглянуть. Итак, первое, от своего тестя он получил большой капитал. То есть здесь, увидев, каких результатов он достиг, пришел к Arabia Kirish, для того, чтобы он снял его недор. Как мы сказали с вами, недор был, чтобы не соприкасалось точно ни с каким его имуществом. Он понял, что его дочь очень мудрая, она увидела в нем очень большой потенциал, который он не увидел. дальше говорит Тора такой вещь, что он разбогател из-за такой вот части корабля, обыкновенный корабль, у него была некая часть, в этой части было золото. То есть в то время в этой части укрепления корабля хранили моряки это золото, она оторвалась. История, она такая, то есть нет смысла здесь нам входить в ее детали. Что Тора нам здесь пытается намекнуть на что? То, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке. Мазаль. Мазаль большой начинает раскрываться после испытаний. Посмотрите, вот это вот рабе Акива и супруга начали с полного нуля просто. С абсолютного нуля. И более того, девочка осталась, девушка, женщина осталась без отцовского абсолютного внимания никакого. Она осталась, ну, буквально сиротой при живом отце. А у нас в Ламуде сказано, что первые пять лет после свадьбы девушка тянется еще к семье и так далее. То есть она буквально сама не хотя, она порвалась совсем для того, чтобы рабе Акива вырос, да? Здесь какой алгоритм? Того, что наши мудрецы говорят, если твой проект с правильными целями, с правильными людьми проходит испытание, это правильный проект. Но если он идет как по маслу, что-то идет не так. Потому что в наших еврейских проектах, вспомните тот анекдот, что или акула глухая, или свисток поломался, то вот это, вот это наша тема. Почему? Но не в таком степени. Конечно. Почему это так происходит? Потому что Всевышний хочет, чтобы мы дрались, да? То есть чтобы мы боролись за результат. Единственное, что борьба за результат, она другая. Это борьба и в молитве. Это борьба внутри себя со своим я. Для того, чтобы партнеры не рассолились, тоже своя дипломатия. Это совершенно не значит, что мы сейчас всех растолкаем. На самом деле, толкает Всевышний. Ты здесь, есть в этом мире, ты делаешь ровно то, что ты можешь делать. И тогда, потом начинает раскрываться вот этот вот большой мозаль. Дальше говорится, что третий источник капитала он тоже получил от сундука, который дали ему моряки. И зачастую в Талмуде моряки и корабли это являются вот... Не являются. А одной из интерпретаций, давайте так скажем, вот этих вот объектов, это Мазалот и Малахим, которые приносят материальный достаток в наш мир. То есть, конечно, это можно и нужно, понимаете, и буквально, да, но вот вот этот вот корабль, моряки, товар и так далее, это то, что в определенный момент какой-то к нам приходит за наши старания. Так вот, эти моряки, они ему отдали этот сундук, что ему показалось, что он слишком тяжелый из-за железа, который был очень железный. Так, а там оказалось золото. Еще раз обращу ваше внимание не относиться к этому как просто к сказкам, потому что я долго думал это говорить, здесь нет, но я думаю, что мы все немножко глубже, понимая, да, стараясь понять, что здесь написано, мы понимаем, что раскрывается удача кому? Тому, кто не боится преодолевать трудности. Скажите, что ты сейчас нового сказал? В еврейском мировоззрении и трудности кошерные, и преодоление должно быть абсолютно кошерным образом, и тогда деньги, которые у тебя останутся, будут кошерные. Какое основное качество кошерных денег? Ты их сможешь удержать. Есть очень много случаев, людей, которые взлетают, и потом от их капиталов ничего не остается. Еврейские деньги, которые ты сможешь удержать, которые у тебя удержатся. То есть, в долгосторочной перспективе, тот, кто зарабатывает, условно говоря, по 10% в год постоянно, гораздо счастливее того, кто заработал 200% и потом на вот этой волне начал вкладывать, 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 и потом остался в большом минусе. Таких историй очень много. Дальше, четвертый вид, это от некой благородной женщины. Ему досталось тоже наследство. То, здесь говорит о том, что это некая женщина, когда раби Акива и его Ишива были в нужде, она одолжила денег, большую, крупную сумму раби Акиве. По какой-то причине технической он ей не вернул, там что-то там застрял где-то или еще что-то по пути. Женщина обратилась к Всевышнему и Всевышний вынес, опять же, на море гораздо больше, чем она просила, потому что она сказала, ведь ты был гарантом этой сделки. И вот этот вот избыток, это то, что она вернула раби Акиве. Она свой долг забрала и избыток вернула раби Акиве. Смотрите опять же глубже, что здесь написано и написаны на самом деле удивительные вещи, потому что написана именно благородная женщина, мы с вами говорили женское начало. Что такое благородство, качество нашей еврейской женщины, это опять же покрытие волос, почему здесь имеет значение, это быть то, что называется у айтишников бэкэнд, быть в тени. То есть это та тень, благородная тень, которая дает постоянно потенциал, мужской потенциал раскрываться, дает ему раскрываться. И поэтому пятым пунктом здесь вспомянуто, что он получил от жены Турнуса Руфуса, тоже большой капитал, кто этот был Турнус Руфус, спорят мудрецы, кто он был, но так или иначе его жена сначала пытаясь как-то подколоть Раби Акива задала ему некоторые вопросы. Он как человек проницательный, а Тора нам всем дает проницательность, это тоже урок для нас, что занятие Торы нам кажется иногда, что многого не понимаем, что тяжело, что на самом деле растет наше умение видеть суть, а это самое главное. В поверхностном мире быть глубоким человеком это то, что Тора хочет от нас, чтобы мы были. И эту глубину можно использовать с удачей в бизнесе, то есть увидеть то, что другие не видят. Так вот, жена этого Турнуса, она потом развелась с Турнусом, сделала ги-юр и потом вышла замуж за Раби Акива. И если мы с вами посмотрим по ступенькам то, что происходит, то жена вот этого Турнуса, она символизирует ту, помните, доску мы рисовали, да, минус-плюс. Так вот, она символизирует с минуса переход на плюс. Причем абсолютный минус и абсолютный плюс. Потому что быть женой Рима-де-Саф, да, то есть это крайний минус, можно бы сказать, то есть крайнее него только Амалех. И переход сюда, это символизирует то, что мудрость Раби Акивы могла, а он буквально не сказал, даже не сказал три слова, да, тот, кто помнит, он, по-моему, что он сделал, он, по-моему, засмеялся, заплакал, три вещи он сделал, да, и почему в конечном счете он засмеялся, потому что он увидел своим пророческим, можно сказать, видением, что она выйдет за него замуж. То есть она пришла как интеллектуал такой, да, с той стороны его, то, что называется, поддеть, подколоть. На самом деле он ничего не делав, она увидев какой у него потенциал мудрости, она сама пришла к Всевышнему, потому что Раби Акива излучал вот эту мудрость Всевышнего своим большим потенциалом. И шестой это от Кития Баршалум. Кития Баршалум это был римский тоже император. Обратите внимание, что он говорилось о женщине, и он завершает здесь как такой интеллект Исава, да. И здесь есть намек на то, в дальнейшем это в истории от наших мудрецов очень часто было, что неевреи, у которых было вот это вот называется в имью, это ранницотсот скрытые искры, стремление к истине, это праведные геры, которые очень часто выручали еврейский народ в тяжелых ситуациях, и деньги давали и все остальное, становились евреями, и здесь надо понимать, что Тора содержит алгоритм, алгоритм того, что мудрость Всевышнего, она приводит людей, которые, казалось бы, ну, никогда просто нереально, чтобы они познакомились, ознакомились хотя бы с Торой и приблизились к ней. Подходит наше время к концу, и наверное, надо все-таки сказать пару слов о нашей жизни, да, то есть, может быть, кого-то я разочаровал, многие думали, что я сейчас раскрою какие-то удивительные истории вложений куда-то, быстро разбогатеть. я вас уверяю, что если те выводы, которые мы с вами проговорили, вы примите к сердцу и будете дальше изучать то, что мы говорили с вами, то заработок, он совершенно не могу сказать, что он будет легкий или тяжелый, у каждого есть свой путь, каким он будет, но однозначно ваши еврейские деньги, они сохранятся, и это самое важное. Теперь, что с ними дальше делать, вы должны решить сами. Давайте возьмем простой кейс, несколько минут у нас еще есть, простой кейс. Итак, у нас есть с вами 100 тысяч шекелей, куда пойдем, куда вкладываем. В земле Израиля, слава Богу, за последние 22 года недвижимость никуда не падала, ничего я нового не сказал с вами, да? Теперь, куда можно вложить эти 100 тысяч шекелей? В недвижимость. Как? А недвижимость такая дорогая? Здесь надо думать. Один из видов это состоит в комбинировании мошкант. В интернете миллион вы можете прочитать и может быть сами уже прошли эти дороги, да? Я лично не прошел, сразу сказать, то есть здесь я говорю чисто как консультанта, не практик на своей жизни, да? Но из того, что люди мне рассказывали, комбинируется несколько мошкант, одна берется на саму квартиру, другая на ремонт, еще ты оттазываешь бабушек, дедушек, друзей и так далее. И слава богу начинаешь с какой-то квартирки. Сейчас очень распространены северные районы, это район Нофа-Гали, квартиру покупают за 600 тысяч шекелей, трехкомнатную, и дальше она, естественно, растет в цене. Жить там, не жить, это вы сами решаете. Но наш вопрос здесь, это именно обозначить то, безрисковое максимальное вложение у нас земли в Израиль, это недвижимость, и это, да, всем понятно. Поэтому перейдем к тому, где многие все-таки стремятся из-за высоких заработков. Это акции, акции, биржи и так далее. Здесь есть много нюансов. Но скажем чуть-чуть, наверняка здесь сидят люди, которые профессионально играют, смотрят и разбираются в этом. Это очень хорошо. Теперь есть какой-то некий универсальный принцип, который я сейчас скажу, а вы уже думаете, что с ним делать. Не вкладывайте в те акции, бизнес, которым вы не разбираетесь. Это очень опасно. Теперь, если у вас есть, естественно, какая-то информация здесь, там, вы где-то чувствуете, это на ранних стадиях, это вы выйдете, здесь очень много всего, это мы должны с вами поставить большую какую-то пиццу, сесть и начать разбирать, да, все вот эти истории. Но в двух словах, если сказать, то если в начале цикла есть некая инновация, которая всеми принимается, и вы хотите в короткий момент это вложить, да, хорошо, только очень внимательно следите, что этот момент был короткий. Какой здесь кейс, какой здесь есть пример, самый такой, который кричит, да, это криптовалюта. Тот, кто был в начале, очень хорошо разбогател, но для этого надо быть профессиональным инвестором. Есть инвестирование фундаментальное, есть инвестирование математическое. Математическое инвестирование это в пределах одного часа, дня, недели, как вы уже определяете этот период, ты смотришь плюс-минус, основываясь миллион разных всех теорий, ты для себя видишь, какая для тебя подходит в твоей индустрии, в твоей индустрии, которую ты выбрал, ты видишь, какие здесь дельты, ты уже где-то это чувствуешь, разбираешься. Попробовать это, это совет сингапурского одного очень хорошего брокера, еще 15 лет назад, который сейчас работает, пробуйте на малых суммах в свободное от работы время. Пробуйте. Если это ваше, если это потихонечку будет идти, и вы достигнете автоматического заработка, который будет продолжаться, и у вас еще интересная работа, пусть оно так продолжается, что надо сделать, найти человека, который будет как вы, который вы научите, который вы будете доверять, контролируя его, естественно, и он, это будет его работать. То есть вы наймете менеджера уже, который будет работать на вас. Второе, да, вы можете уйти в эти математические инвестиции. Для того, чтобы был смысл математических инвестиций, это должны быть суммы 100 тысяч долларов плюс. Тогда вы можете говорить о заработках 2, 3, 4, 5 тысяч долларов в месяц с идеомонитора. Может быть и больше, если у вас есть больше талантов. Но в тот период времени, в который мы сейчас входим, период кризиса и перезагрузки экономики, разделения многих на валютные зоны, будьте очень внимательны с техническими вот этими математическими инвестициями, потому что все очень быстро может прогореть из-за нестабильности. Допустим, Бразилия с Аргентина создают новую валютную зону, вы хотите в нее вложить. Седр, смотрите и читайте, читайте, читайте. И вот здесь есть вопрос. Когда вы читаете советы, обязательно смотрите, кто это пишет. Кто это пишет. Потому что, если это пишет человек, который потом вот позвони мне и я тебе, вот я брокер и я знаю, как это делать, я не знаю, я очень не уверен здесь. Если вы еще не достигли той степени вот интуиции как инвестор, что вы можете быстро очень, здесь же нельзя вот сидеть и перелистывать, у нас же нет времени на это. Мы должны четко понимать, это сработает, это не сработает. Идите по второму пути. Вкладывайте в те акции, которые вы понимаете. Какая-нибудь там условная Кока-Кола, которая там 130 лет плюс, какое-нибудь там еще что-то. Посмотрите американскую биржу, посмотрите в израильской бирже что-то, посоветуйтесь с людьми. Даже в этом зале присутствуют люди, которые съели очень много на израильской бирже и понимают. То есть советуйтесь с теми, кто не хочет, кто вам вообще, понимаете, он не хочет от вас взять деньги и сказать давай я тебе вложу. Нет, он тебе рассказывает какой-то свой опыт, какое-то свое мнение и так далее. Очень-очень важно, очень многие погорели на этом, что бежали за паровозом, причем не понимали кто управляет паровозом, куда он идет и зачем и так далее. И поэтому Уоррен Баффет очень прав здесь. Вы разбираетесь в этом бизнесе? Вкладывайте. Не разбирайтесь, не вкладывайте. Это же очень легко. А, я не разбираюсь ни в каком. Начните потихонечку. Посмотрите, что из чего растет. Запомните пять слов. На английском они все начинаются с буквы W. Мы их будем переводить. Вот. Это что? Что конкретно? Это товар или это виртуальная инвестиция? Допустим, криптовалюта. Это же ничего. Или вода. Это что там? Во что последняя большая китайская инвестиция была 5 плюс лет назад примерно? Это концерн Элит. Потому что они сразу же увидели, как растет население Израиля и что это просто беспроигрышно. Да? Второе. Это when. Это когда. Да? То есть, когда оно выйдет на рынок. Готовый продукт. Какова стадия готовности продукта? Каковы риски по пути к этому выходу продукта? Миллион вопросов. Если вы это не разбираетесь, заплатите какому-нибудь человеку, который вам это все расскажет. Опять же, он должен быть независимым. Поэтому, если вы хотите вложить на франкфуртской бирже, не надо спрашивать франкфуртского человека. Простите человека, который там around в Европе, да? Который не имеет к франкфуртской бирже отношения, потому что многие будут хотеть вас провести через свои брокерские каналы. Третье. Who. Кто управляет этой компанией? Вы доверяете этого менеджера? Ну, как правило, мы сейчас говорим о том, что это публичная информация. Вам не надо выискивать. Ну что, вам нужно выискивать его фотографию. Посмотрите на этого человека, как он себя ведет и что с ним. Вы знали, что-то об Билане Маске 15 лет назад? Нет. А ведь он там, бедолага, сидел и спал в этих своих там подстадионах, где-то он снял какую-то конуру там и так далее и работал как это самое. То есть, никто ничего не знал. Когда он начал свои амбиции показывать, когда он что-то начал собой представлять? Очень много компаний, где лидеры начинают выпячивать свое эго, получив какие-то деньги, но еще ничего не добившись. И обратите внимание на фотографию, как этот человек себя ведет. В Ютубе посмотрите, как он дает интервью, прежде чем вкладывать в компанию. То есть, у него есть вот это эго, которое потом будет мешать компании, либо у него нет эго. Наше еврейское качество анава, оно принципиально важно, на английском называется humility. Миллион книг сейчас об этом написано за последние пять лет. Наконец-то. То есть, если 30 лет назад это был стиль General Motors, это был лидер, расталкивается локтями, вот такой огромный лидер, то в наше время это человек скромный, который понимает ограниченность своих ресурсов. И если у человека есть вот эта вот фишка, то ему можно доверять. Как вы это можете понять из интернета? Только интуиция. Если этой интуиции нет, обратитесь к профессионалам опять же. Where? Четвертое. Тоже с буквы W начинается. Где будет эта компания? Где она будет распространять свой продукт? Есть ли в этой зоне географической риски? какие риски? Кому она будет это продавать? Кто ее потребитель? Разобравшись с этим продуктом, вы должны ответить на пятый вопрос with what? То есть пятый вопрос, с какими средствами она идет? Если компания слишком закредитована или компания недокредитована, здесь нужно уже разбираться, откуда источник ее денег. Если это просто к вам пришел сосед и говорит давай купим эту квартиру и сделаем там ремонт и продадим ее на 500 тысяч человек или дороже, кто этот сосед? Что вы о нем знаете? А что это за квартира, если на нее документы? Адвокат опять же нужен, да? Я очень много историй слышал, когда доверчивые наши товарищи израильтяне и евреи бежали за каким-то проектом, ничего не смотрев, обжигались направо-налево, верили? Доверяли. Теперь надо доверять? Надо доверять. Но в чем надо доверять? Надо доверять в каких-то дружеских делах, какая-то граница из доверия. Трактаты наши, долмуды строго говорят, то, что касается бизнеса, бумага, цифры и факты. Все. А где же идея? Любая идея для стартапа это вот такой дью дилидженс. Пусть он будет на пяти страницах, путь он будет на пятидесяти страницах. Посмотрите эти страницы, вы понимаете, что там написано? Вы думаете, что оно пойдет? Почему? Попробуйте на себя вот так посмотреть. Я это вот эта бутылка, поговорите с ней. Попробуйте ее разубедить, что этот бизнес невыгодный. Попробуйте, попробуйте разубедить уже сейчас. Если у вас не останется аргументов, вот такой внутренний, то, значит, может быть, в этом что-то действительно есть. Сейчас я что-то рассказываю, это применяю зачастую в изучении Гмары, в изучении Тора. И психологи это называется диссоциативный конфликт искусственный, когда человек пытается из себя какую-то проблему выгнать, которая у него засела, он перед зеркалом начинает с собой общаться. Это абсолютно здоровая вещь, кстати, когда у человека действительно есть вот такого рода проблемы. Как вывод мы можем с вами сказать следующее, что несмотря на то, что финансовый менеджмент относится к финансам, наши еврейские финансы в 90% должны быть подчиняться одному принципу. Называется это наидыше четырьмя словами. Клуг, клуг, клуг и фрум. Клуг это сообразительность, это common sense на английском языке, это понимание общего смысла, да, то есть без всяких что происходит, логика, вот такое вот, три раза логика и один раз религиозность, фрум. Что это значит? Это значит, что Всевышний нам с вами дал изначально нормальное понимание вещей и нас в принципе невозможно ввести в заблуждение. Обманываемся мы с вами когда? Обманываемся мы и тогда, рисовали на прошлом уроке, когда наш разум мы превращаем в одну огромную фантазию и ставим себе цели недостижимые. То есть за год я сейчас заработаю 5 миллионов или за 5 лет 10 миллионов. Почему 10? Почему не 100? Или 1? Где? Как? На что ты их потратишь? То есть ограничение разумных разумной требовательности к себе ведет вот в этом бесполезном фантазе. И поэтому если мы с вами все, что сказали будем применять и изучать на практике, поверьте мне, наши деньги будут и сеять любовь между нами и парноса будет хорошим. Всего вам хорошего и спасибо большое. Спасибо.